В то время иудеи схватили каменья, чтобы побить Иисуса. Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от Отца Моего, за которое из них хотите побить меня камнями». Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем? Я сказал, «Вы боги». Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, «Богохульствуешь». Потому что я сказал, «Я Сын Божий». Если я не творю дел Отца Моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их, и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно, и многие там уверовали в него. Дорогие братья и сестры, можем себе представить эту картину, как люди поднимают камни, чтобы убить Иисуса. Хотели это сделать, потому что они считали, что Он богохульствует, как мы могли услышать. Иисуса преследовали за то, что Он делал Себя равным Богу, и что называл Бога Своим Отцом, Авва. Это такое фамильярное обращение к Папе. Потом, что Иисус нарушает закон, нарушает субботу, делает такие жесты пророка, что изгоняет продавцов с храма. Можно было бы продолжать это, Иисус проходил, и можно сказать, всю историю церкви в каком-то смысле не так просто принять тот образ или то, что Бог нам приносит. Как говорит Господь через пророка, что мои мысли отличаются от ваших мыслей, что часто Бог нас удивляет, и мы должны быть готовы, что Бог приходит таким способом, как, может быть, нам трудно представить себе. Это может быть тоже в нашей жизни здесь на земле. Господь может приходить в людях, которых мы встречаем, в бедных, в людях, которые могут их не так просто принять, в людях, которые имеют свои слабости, грехи. И Господь призывает нас, приглашает к тому, чтобы мы учились любви, чтобы наше сердце менялось. Но я хочу вернуться к тому опыту, что Иисус прошёл через опыт непринятия, через опыт даже отвержения. Он, как человек здесь на земле, тоже проходил тем, что, может, мы часто проходим или иногда в жизни. Но Он пришёл, чтобы искупить тоже эту сферу, чтобы мы могли быть людьми, которые знают любовь Бога, которые пережили в своей жизни принятие. И это тоже призыв этого поста, чтобы посмотреть наши отношения, нашу историю, чтобы попросить Господа, чтобы исцелил наши сердца, чтобы мы могли стать даром для других. Потому что если мы не уверены в том, что мы приняты, что мы любимы, нам трудно будет выходить к другим людям. И тоже, когда мы видим, что Бог помиловал нас, несмотря на наши слабости и ошибки, что мы тоже призваны принимать людей с их слабостями, потому что хотим, чтобы у них был тоже этот опыт милосердия. Потом мы можем в этом Евангелии тоже увидеть, что Господь нас зовёт к тому, чтобы уверовать, что Он есть Божий Сын, что в Нём обитает вся полнота Божества, что в эти дни, когда будем проживать святое триденствие, чтобы мы встретили Его, чтобы увидеть Бога, Его любовь к нам, Иисусе Христе, что Иисус шёл на крест, умер за нас, чтобы мы могли жить, чтобы мы могли воскреснуть с Ним. Это тоже то, к чему нас Господь зовёт в эти дни. Так что Господь прошёл таким непринятием, как пророк Еремия, который был прообразом Иисуса Христа. Иисус тоже прошёл таким опытом, чтобы мы могли получить принятие, чтобы мы могли стать детьми Бога, чтобы мы получили этот опыт безусловной любви к Богу. Желаю нам всем благословенного времени поста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok